Ешьте 3 головки чеснока в день. Может, от коронавируса это и не поможет, но люди будут держаться от вас подальше. Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 мая 2020 года. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на вечер 6 мая превысило 165 тысяч человек. За сутки оно выросло на 10 559 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли более 1537 человек. За последние сутки умерло 86 человек. Выздоровевших за сутки в России достигло 21 тысяча человек. В Москве скончались более 50 человек, сообщил вечером столичный штаб. Во всех случаях у пациентов была обнаружена пневмония. Таким образом, общее число жертв достигло 866 человек. Власти Псковской области 6 мая смягчают введенные карантинные меры. В регионе должны начать работать непродовольственные магазины и часть других организаций. При этом в регионе сохраняется часть мер безопасности, в частности, в дополнение к обязательному ношению защитных масок в общественных местах власти намерены обязать жителей региона носить перчатки. За месяц в России снизилась поддержка ограничительных мер и контроля за ними, показал опрос ОУМИ-платформы. При этом большинство россиян не считают, что распространение инфекции в стране завершится в мае. Месяц режима самоизоляции в Москве и многих регионах ухудшил платежеспособность российских заемщиков, сообщили РБК в крупных банках и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. В апреле доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла до 60%. 30% таких клиентов объясняют это потерей работы. По последним данным Всемирной организации здравоохранения на 6 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3 миллиона 600 человек, 257 тысяч 300 умерли. Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило миллион 200 человек. Испания находится на втором месте, 219 тысяч человек, Италия, на третьем, 213 тысяч человек, Великобритания, на четвертом, 196 тысяч человек, Франция, на пятом, 170 тысяч человек. Россия на седьмом месте рейтинга. Всемирная организация здравоохранения заявила о серьезных негативных последствиях, которые возможны из-за проведения военного парада 9 мая в Минске. Официальный представитель организации в Белоруссии Батыр Бердеклычев отметил, что собрание людей, при котором невозможно обеспечить дистанцию между участниками от полтора до двух метров, повышает риск передачи вируса и способствует дальнейшему распространению болезни. По словам шведского эпидемиолога Юхана Гизеки, очевидными преимуществами в борьбе с коронавирусом обладают только две меры – мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеки. Он считает, что преимущества остальных жестких мер в борьбе с вирусом не очевидны. Британская авиакомпания Virgin Atlantic сократит треть своих сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Сокращению подвергнутся 3 150 человек. Авиапарт компании будет сокращен с 43 самолетов до 36. Заявления о том, что коронавирус появился в лаборатории в Китае, являются спекулятивными, заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Всемирная организация здравоохранения Майкл Райан. Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения охотно рассмотрит любую информацию о происхождении коронавируса, предоставленную США. В Индии из-за массовых очередей, скопившихся в алкогольных магазинах после снятия ограничений на их работу, власти ввели налог на алкоголь в размере 70% от розничной цены. Власти опасаются, что скопление покупателей в очередях увеличит риск распространения коронавируса. Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты Парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлицеа, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлице предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан, от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц, от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц, от 5 до 10 миллионов рублей. Друзья, в эти непростые дни мы должны быть как можно дальше друг от друга. Так что оставайтесь дома, дома лучше всего. Продолжение следует... Продолжение следует...